29 сентября 2005 года в кинопрокат был выпущен художественный фильм Федора Бондарчука «Девятая рота». Бюджет ленты составил 9,5 миллионов долларов, а сборы составили 25,5 миллионов долларов. Кинолента «Девятая рота» стала самым кассовым проектом в 2005 году. В этом году исполняется 15 лет со дня премьеры фильма. В этом видео я хочу рассказать об актерах, которые играли роли в фильме «Девятая рота». Из этого ролика вы узнаете, какими стали актеры ленты «Девятая рота», где еще снимались и как сложилась их личная жизнь. Артур Смольянинов сыграл роль рядового, а затем младшего сержанта Олега Лютаева по прозвищу «Лютый». Дальше сам дострижу. «Путь в мир кино» актеру открыл фильм 1998 года «Кто, если не мы». С этого момента карьера Артура Смольянинова пошла в гору. Сейчас за его плечами более 60 сыгранных ролей. Актера можно увидеть в лентах «Жара», «Будь со мной», «Мой парень-ангел», «Самара», «Елки» и во многих других. Артур Смольянинов женат на актрисе Дарьи Мельниковой. Пара воспитывает двоих сыновей. Сейчас Артуру Смольянинову 36 лет. Алексей Чадов исполнил роль рядового Владимира Воробьева по прозвищу «Воробей». Первый фильм с актером вышел на экраны в 2002 году. Он сыграл сержанта Ивана Ермакова в фильме Алексея Балабанова «Война». Алексей Чадов является довольно востребованным актером. В его фильмографии насчитывается свыше 50 актерских работ. К примеру, он сыграл ведущие роли в фильмах «Игра мотыльков», «Жара», «Живой», «Любой в большом городе», «Чемпионы», «Улетный экипаж» и в других. Еще несколько проектов, в которых задействован Алексей Чадов, находятся в стадии съемок. Актер был женат на актрисе Агнии Дитковскиты, которая в 2014 году родила ему сына. Пара развелась в 2015 году. Сейчас Алексею Чадов 38 лет. Константин Крюков сыграл рядового Петровского по прозвищу Джоконда. Видите ли, товарищ старший прапочек, если верить доктору Фрейду, любое художественное творчество – это сублимация подсознательных инстинктов человека, в том числе инстинкта насилия. Роль в фильме «Девятая рота» стала первой в актерской карьере Константина Крюкова. Уже сейчас за его плечами около 50 сыгранных ролей. К примеру, в фильмах «Жара», «Одноклассники», «Чемпионы», «Держи удар, детка», «Спасти Пушкина» и в других. Нельзя сказать, что Константин Крюков снимается в кино слишком часто. Но, тем не менее, почти во всех фильмах играет ведущие роли. Актер женат на пиар-менеджере Алине Алексеевой. От первого брака у Константина Крюкова есть дочь. Сейчас актеру 35 лет. Иван Кокорин сыграл в фильме «Девятая рота» роль рядового Чугайнова по прозвищу Чугун. Ну, говорит, теперь я твоя, давай, говорит, теперь жена, теперь положено. Думает, что я совсем дурной. А я ворота творю, гуляй два года. Актер снимается в кино с 2000 года. Его первой ролью стал изготовитель фальшивых паспортов в фильме «Брат 2». Сейчас в фильмографии Ивана Кокорина более 70 работ в кино и сериалах. Актера можно увидеть в фильмах «Шик», «Дом солнца», «Три капитана», «Призраки прошлого», «Последний рубеж» и в других. Он и сейчас снимается в кино, играя как главных персонажей, так и второстепенных. Также Иван Кокорин участвовал в телепроектах «Большие гонки» и «Король ринга», которые показывали по Первому каналу. Актер женат. Пара воспитывает сына и дочь. Сейчас Ивану Кокорину 40 лет. Михаил Явланов сыграл рядового по прозвищу Ряба. А надо мной папашка ее стоит, как над гробом. Но говорит, парень, ты влип. Дочки 18 нет, так что выбирай. Или в ЗАГС, или в ментовку. И это зараза. Карьера актера началась с того, что он исполнил небольшую роль в одной из серий телесериала 2002 года «Агентство Золотая пуля». После он также играл маленькие роли в отечественных сериалах. Первой серьезной работой Михаила Явланова считается именно фильм «Девятая рота». После он стал часто сниматься в кино и снимается до сих пор, играя как большие, так и маленькие роли. К примеру, Михаил Явланов сыграл ведущих персонажей в лентах «Свой чужой», «Путь к себе», «Башня», «Небо в огне», «Наследие» и в других не менее популярных фильмах. На данный момент в фильмографии актера более 80 работ в кино и сериалах. Он женат. Супруги воспитывают троих дочерей и двоих сыновей. Сейчас Михаилу Явланову 44 года. Артем Михалков в «Девятой роте» сыграл рядового Сергея Стасенко по прозвищу Стас. Актер начал сниматься в кино, когда ему было три года. Первой более узнаваемой работой Артема Михалкова стала роль Андрея Микишина в сериале «Участок». Его первая главная роль была сыграна именно в фильме «Девятая рота». В фильмографии актера около 30 работ. Он снимался в фильмах «О тебе», «Путь», «В лесах и на горах», «Москва, я люблю тебя» и в других лентах. Киноальманах «Москва, я люблю тебя» был снят российскими кинематографистами, в число которых входит Артем Михалков. И он же сыграл в нем главную роль в новелле «Настоящая жизнь». Актер до сих пор продолжает активно сниматься в кино. Артем Михалков разведен. У него есть дочь. Сейчас актеру 44 года. Саслан Фидаров исполнил роль рядового Бекбулатова по прозвищу Пиночет. Из Грозного. Откуда? Из Грозного. А почему Пиночет? Я не знаю. Роль в фильме «Девятая рота» стала первой серьезной работой актера в кино. Он снимается с 2002 года, но играл в эпизодах сериалов. Сейчас в фильмографии Саслана Фидарова около 60 работ. Например, в фильме «Десантура», «Топтуны», «Тихая охота», «Черное море». Актер продолжает сниматься в кино. Несколько проектов с его участием еще в стадии съемок. Также Саслан Фидаров играет на сцене московского театра «Мастер». Актер старается не распространяться о своей личной жизни. Однажды сказал, что у него есть сын и жена, которая к миру кино не имеет никакого отношения. 9 июля Саслану Фидарову исполнилось 40 лет. Михаил Пореченков исполнил роль старшего прапорщика Александра Дегала. Меня зовут старший прапорщик Дегала. Как? У кого-то со слухом плохо. Ну-ка, мать, ем, встали все! Бегем, встали! Кинокарьера Михаила Пореченкова началась с роли Кирилла в фильме 1994 года «Колесо любви». Огромную популярность актеру принес сериал «Агент национальной безопасности», в котором он играл главную роль Алексея Николаева. В фильмографии Михаила Пореченкова более 100 работ. Он снимался в фильмах «Против течения», «Грозовые ворота», «Ликвидация», «Реальный папа», «Поддубный», «Полярный» и в других. Есть информация, что скоро должна состояться премьера продолжения сериала «Агент национальной безопасности» в главной роли с Михаилом Пореченковым. Пока не ясно, когда это произойдет. Актер женат в третий раз. В этом браке родилась дочь и два сына. От первого гражданского брака у Михаила Пореченкова есть сын. От первого официального брака у актера есть дочь. Сейчас Михаилу Пореченкову 51 год. Режиссер фильма «Девятая рота» Федор Бондарчук сыграл в своей ленте роль старшего прапорщика Сергея Погребника. Я не понял, войны. Поздравляю вас с прибытием в доблестную девятую роту! Многим Федор Бондарчук известен именно как актер, а не режиссер. Он снимался в фильмах «Обитаемый остров», «Гибель империи», «Белая гвардия», «Шпион», «Молодежка» и в других. Карьера Федора Бондарчука как актера началась в 1986 году с фильма «Борис Годунов». В этой ленте актер сыграл царевича Федора. Федор Бондарчук снял более 10 фильмов. Является продюсером более 60 лет. У актера и режиссера есть сеть ресторанов в Москве и два ресторана и кондитерская в Екатеринбурге. Федор Бондарчук женат во второй раз. Его избранницей стала российская актриса театра и кино Паулина Андреева, с которой он встречался с 2015 года. Пара поженилась в сентябре 2019 года. От первого брака у актера и режиссера есть сын. Сейчас Федору Бондарчуку 53 года. Ирина Рахманова сыграла роль Белоснежки. В 2006 году Ирина Рахманова получила премию «Золотой Овен» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Девятая рота». Актерскую карьеру она начала в 2000 году с роли «Девушки в бане» в фильме «Брат 2». Многим Ирина Рахманова известна благодаря роли Виолы Таракановой из популярного сериала «Виола Тараканова в мире преступных страстей». В фильмографии актрисы около 50 работ. Она снималась в фильмах «Вангелия», «Батальон», «Питер-ФМ», «Жара» и в других. О личной жизни Ирины Рахмановой ничего не известно. В интервью она старается избегать всех вопросов по поводу семейного положения и предпочитает разговаривать только о творчестве. Сейчас актрисе 38 лет. На сегодня все. Если вам понравился ролик, то обязательно ставьте лайк. Об актерах каких фильмов вы бы хотели ролик? Пишите об этом в комментариях. Чтобы не пропустить все самое интересное из мира кино и сериалов, рекомендую вам подписаться на мой канал. Всем пока!